МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости дня и я, ее ведущий, Максим Самойлов. Прямо сейчас расскажем о наиболее заметных событиях региона. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Метели сменятся морозами. Погода продолжает испытывать оренбуржцев на прочность. Аварийное 8 марта. Десятки машин застряли в снежных переметах на дорогах области. Работать и получать достойную зарплату. Учитель русского языка истоцкого через суд борется за свои права. В Центробанке подсчитали индекс блинов. Любимое лакомство россиян подорожало на 3%. Футболисты Оренбурга вернулись с победой над Ярославским шинником. Итог встречи 4-1. В Оренбурге движение восстановлено на всех участках федеральных дорог. Ограничения вводились накануне из-за непогоды. Неблагоприятные погодные условия сохраняются. Закрытыми пока остается несколько дорог межмуниципального значения. Вся информация публикуется на сайте Управления дорожного хозяйства области. Местами в регионе в ближайшие часы ожидаются метель. В восточных районах усиление ветра до 18 метров в секунду. На дорогах по-прежнему возможны снежные заносы. Вечером и ночью повсеместно пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха по области от минус 1 до минус 6 градусов. При этом к середине недели в области ожидается серьезное похолодание. Столбок термометра по прогнозу оренбургских синоптиков опустится до минус 20-25 градусов. Более подробный прогноз на ближайшие 7 дней смотрите в следующем выпуске. Непогода накануне стала причиной большого числа дорожно-транспортных происшествий по всей области. Десятки автомобилей застряли в снежных заторах. Обзор происшествий подготовили мои коллеги. Все подробности далее. Самая крупная авария произошла 8 марта в Солилецком городском округе. На автодороге Оренбург-Акбулак столкнулись 7 легковых авто. Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы достать одного из пострадавших из искореженной машины. А близ Новотроицка было затруднено движение для 20 машин. Причина – заснеженная трасса. Спецтехника с расчисткой дорог не справлялась. Однако эвакуация людей в пункт временного размещения не понадобилась. Около 7 часов вечера все автомобили смогли продолжить движение самостоятельно. Ситуация на автодорогах региона в эти выходные была очень сложной. Несколько раз спасателям приходилось помогать водителям большегрузов. Так в Гайском городском округе Скания перегородила дорогу. В результате 17 машин не смогли проехать. Лишь спустя некоторое время после того, как фуру убрали с дороги, движение было восстановлено. А в Новоорском районе водитель Вольво не вписался в поворот и съехал в Кюет. Как позже пояснил мужчина, он не учел вес груза и дорожные условия. Полицейские организовали спецтехнику и автокраны, так как была вероятность повредить хрупкий груз. Внутри находилась стеклотара. Однако этого удалось избежать. После чего водитель отблагодарил полицейских и продолжил путь. Под Новотроицком на одной из сельских дорог застряла машина, в которой находилась семья из пяти человек. Автомобиль заглох, людям грозило переохлаждение. Первыми на место приехали сотрудники МЧС. На снегоходе они эвакуировали женщину и троих детей. А позже всю семью доставили в пункт обогрева. 9 марта в областном центре около 7 часов утра произошло смертельное ДТП. 36-летний водитель иномарки, двигаясь из Оренбурга в сторону подгородней Покровки, сбил пешехода. Он перебегал дорогу. Мужчине около 55 лет. От полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня. На автомобильном мосту через реку Сакмара у поселка имени Ленина начались ремонтные работы. Движение через путепровод организовано по одной полосе. В часы пик автомобилистам здесь приходится много времени проводить в пробках. Мост, построенный в 70-х годах, сейчас находится в высокой степени износа. Реконструкция будет идти сначала по одной стороне, затем по второй. Известно, что будут демонтированы старые бетонные балки и уложены новые. Укреплены мостовые опоры, полностью будет переделано освещение. Работы продлятся до 1 декабря 2022 года. Стоимость работ составит порядка 800 миллионов рублей. К другим темам. За что уволили учительницу? Экс-преподаватель гимназии Тотского района в суде пытается отстоять свои права. В 2016 году женщина заметила, что зарплату педагогам сократили на 55%. Когда стала разбираться, оказалось, что учителям отменили стимулирующие выплаты. Выяснить причины ни у руководства школы, ни в Министерстве образования она не смогла. Людмила Симонова решила обратиться напрямую в приемную президента России. Оформила отпуск за свой счет. 11 апреля 2016 года приехала в Москву. Там жалобу оренбурженки выслушали, забрали все документы. Они меня предупредили, что сейчас идет видеозапись для быстрейшего рассмотрения дела. Она будет отправлена к губернатору. Но оказалось, я получила ответ потом из Москвы. Виноваты на местах. То есть это все отправлено к губернатору. Но виноватый остался стрелочник. Учитель Симонова, который обратился в приемную. За это меня и уволили. Вот поэтому я сейчас защищаю свои права. Женщина уже прошла несколько судебных инстанций. Сначала дело рассматривали в Тоцком. Затем апелляцию в Сорочинске. Однако результата не добилась. Решение об увольнении признано законным и обоснованным. Сегодня заседание прошло в Оренбургском областном суде. Женщина представила доказательства, что документы в ее адрес были сфабрикованы. Чем закончилось заседание? Подробности уже в вечернем выпуске новостей. Материал готовится к эфиру. Ручьи источных вод и неприятные запахи канализации. Жильцы нового жилого комплекса в поселке Кушкуль бьют тревогу. Они живут в домах не больше года, а уже столкнулись с большими проблемами. Они даже не могут выяснить, подключен ли их дом городским сетям или нет. Улица Просвещение – новый жилой комплекс. В этих домах даже не все квартиры заселены. А жильцы уже жалуются на качество. В частности, их беспокоит канализация. Несколько раз в неделю колодцы переполняются, и зловонная жижа вырывается на поверхность, рассказывают люди. Это с декабря месяца, раньше, да, раньше, всю зиму, ну почти. Вот это мучение. Дети здесь у нас играют. Они ведь по грязи, по луже, запах идет в дом. И это все идет за дом, там все это скапливается. И также может это все в подвалы жить. Как бы мы боимся за то, что там все сыро, сами понимаете, уже мокриться начинают там. Сточные воды беспокоят весь квартал. Они стекают по дороге мимо нескольких домов. Сейчас все это замерзло, но люди переживают. С наступлением тепла грязный лед начнет таять, и от неприятного амбре не спрятаться ни на улице, ни в квартире. Кто виноват в ситуации и что делать, чтобы все исправить, выясняют мои коллеги. Продолжение истории смотрите в ближайших выпусках новостей. И перейдем к обновленным данным по коронавирусу в Оренбуржье. За минувшие сутки, по официальной информации Федерального оперативного штаба, в регионе скончался один человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли уже 644 жителя области. Общее число заразившихся превысило 38 тысяч. За последние 24 часа тесты подтвердили вирус у 75 человек. Справились с недугом 53 пациента. Сейчас прервемся. И вот о чем пойдет речь далее в программе. В Центробанке подсчитали индекс блинов. Любимое лакомство россиян подорожало на 3%. Футболисты Оренбурга вернулись с победой над Ярославским шинником. Итог встречи 4-1. Это новости дня. Мы продолжаем. Эксперты подсчитали индекс блинов. По данным исследования, за год килограмм главного символа масленицы подорожал на 3%. В Центробанке подсчитали, чтобы приготовить стопку блинов на семью из 4-х человек в Москве и Подмосковье, придется потратить от 110 до 125 рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость блюда немного выросла. Сказался рост цен на сахар и муку. А вот цены на молоко с прошлого года почти не изменились. Почитали эксперты и среднюю стоимость блинов в российских кафе. В среднем по стране пообедать блинами с начинкой стоит 179 рублей. Дороже всего порция блинов в Москве – в среднем 192 рубля. При этом заказать килограмм блинов без начинки в Москве стоит от 500 рублей. В Оренбурге это обойдется дешевле – в среднем от 250 до 300 рублей за килограмм. Масленица в самом разгаре. Однако в Оренбурге массовые гуляния отменены. Отмечать всенародно любимый праздник не будут в связи с ограничениями, введенными в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Но несмотря на это, праздновать в домашних условиях, печь блины и встречать весну можно. Сегодня второй день масленичной недели. Его называют «заигрыш». Наши предки в этот день соблюдали особые традиции. По традиции в это время парни и девушки присматривали себе будущего мужа или жену. Обменивались любовными посланиями, заигрывали друг с другом. Если пара уже посватана, на заигрыше объявляли о помолвке. Также в этот день приветствовались шутки, потехи и увеселения. Если на начало масленицы в основном сидели дома, то на второй день начинали активно ходить в гости и играть в подвижные уличные игры. Считалось, что чем веселее проведешь этот день, тем лучше. Ведь, по поверью, если человек на заигрыш грустит, весь год он проведет в тоске. Всю неделю на стол ставятся блины с различными начинками для своих близких и любимых. И заигрыш не исключение. В этом году масленица пришлась на вторую неделю марта и завершится 14-го числа, опрощенным воскресеньем. У православных со следующего понедельника начинается Великий пост. Построить приют. Прокуратура пытается через суд обязать администрацию города Оренбурга решить вопрос с бездомными животными. Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела. Просим суд признать бездействие администрации города Оренбурга в неорганизации проведения мероприятий по отлову животных без владельцев. Прокуратура города настаивает на том, что администрация затягивает процесс исполнения закона об ответственном обращении с животными. В свою очередь, муниципалитет уверяет, что строительство приюта не входит в полномочия город-администрации и УЖКХ. Администрация города, информация о фактической потребности в облоге безнадземных жизней отсутствует. Между тем, таких видео в социальных сетях становится все больше. Кадры говорят сами за себя. Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2020-м. Тогда на его реализацию из областного бюджета было выделено 15,5 миллионов рублей. Города Оренбург и Новотроицк, Осикеевский, Новотроицкий и Ташлинский районы использовали только 40% этих денег. В Орске, Александровском, Переволодском и Пономаревском районах вообще не приступили к реализации закона. Выгонять или не выгонять из автобуса? В последние дни участились случаи, когда школьники отказываются оплачивать проезд. В свое оправдание приводят новую поправку к закону, согласно которой высаживать несовершеннолетних безбилетников запрещено. Перевозчики уверены, это настоящая спекуляция. На что они готовы пойти, чтобы не нести убытки? И какая ответственность грозит в случае, если все же выгонят ребенка на улицу? Анна Немых выслушала мнение всех сторон конфликтной ситуации. Я сел в трамвай, пошел платить деньги. И оказалось, что у меня денег на карте не было. Мне сказали, мы сейчас везем тебя в Комсомольске, а там сам как-нибудь. Очередной вопиющий случай в Орске. 2 марта днем школьника высадили из трамвая. За ситуацией с безбилетным мальчиком наблюдали свыше десятка пассажиров. Но никто, по словам ребенка, за него не заступился. Добираться до дома пришлось уже пешком. 5 километров, 20-ти градусный мороз. Когда мама узнала о случившемся, была сильно удивлена. Ведь на транспортной карте, по ее подсчетам, средства были. Однако, как выяснилось чуть позже, со школьника взымалась повышенная плата. Мне ребенок принес 15 рублей проезд. И написано, 14 поездок осталось. Мы как-то, знаете, мы знали, что по 9 рублей. Думаю, может, просто чек так выходит, что 15. И мы не думали, потому что деньги были на карте. Женщина уже написала соответствующую жалобу в Ворск-Гор-Транс. На предприятии пообещали разобраться и с оплатой, и с кондуктором, провести инструктаж. За последние 4 года это уже третий аналогичный случай в Ворске. Юристы признаются, на привлечение работника, либо самого перевозчика к административной и уж тем более уголовной ответственности рассчитывать не стоит. Максимум дисциплинарное. Ведь все закончилось хорошо. Дети не получили ни обморожения, ни переохлаждения. Ситуация должна измениться 7 марта. Именно в этот день вступает в силу закон, который запрещает выгонять несовершеннолетних из общественного транспорта. Раньше это был такого характера пробел в законе. То есть взаимоотношения не урегулированы. Сейчас уже однозначно предприятие, транспортное предприятие, оно будет отвечать в первую очередь рублем по дисциплинарной ответственности. А там уже уголовное как пойдет. Несмотря на то, что поправка еще не вступила в законную силу, количество детей безбилетников в Оренбурге, как и по всей России, увеличилось. Вот такие ролики все чаще стали попадать в сеть. Перевозчики уверены, школьники делают это намеренно. Опасаются, что зайцев уже с 7 марта станет в разы больше. Уже сейчас заявляют, нести убытки они не намерены. Я думаю, что придем к тому, что водитель будет брать оплату при входе для того, чтобы не высаживать пассажира. Если государство хочет защитить детей, почему нужно это делать за счет перевозчиков? Как вариант, бесплатный проездной для школьников. Но пока этот вопрос не рассматривается ни на областном уровне, ни на федеральном. Анонимых Константин Воробьев. Новости дня. О спорте. Порадовали своих болельщиков футболисты Оренбурга. В очередном туре первенства ФНЛ наша команда на выезде крупно обыграла шинник. Оренбуржцы горели желанием доказать случайность домашнего поражения от факела. И в Ярославле наш тренерский штаб выставил атакующую модель. Гости открыли счет уже на третьей минуте. Свой первый мяч за Оренбург забил новичок клуба Дмитрий Воробьев. А спустя четверть часа после стартового свистка результат удвоился. Отличился Николай Прудников. Сразу после перерыва Воробьев оформил дубль и наши не сбавляли активности. В середине второго тайма четвертый гол в хозяйские ворота забил Андрей Козлов. Таким образом все мячи забивали те, кому и положено, нападающие. А вышедший на замену еще один форвард Фамие имел пару прекрасных моментов, но не смог их реализовать. В уже добавленное к матчу время хозяева смогли размочить счет, воспользовавшись бездействием наших защитников. В итоге 4-1. Оренбуржцы сделали, что и должны были. Обыграли аутсайдера. А вот следующая игра такой легкой не получится. В среду принимаем соседа по турнирной таблице «Столичная торпеда». Анатолий Юденич, Владимир Зволинский. Новости дня. На этом пока все. Еще больше новостей на официальном сайте media56.ru и в наших группах в социальных сетях. Далее вас ждет подробный прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Я же с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте. Первые весенние праздники. Позади, впереди рабочая неделя. Какой погодой она нас порадует, узнаем через несколько секунд. Домашняя горнолыжка в Гребенях объявляет о весеннем сюрпризе. С 10 марта и до конца сезона въезд на горнолыжную базу бесплатный. Трассы прекрасно подготовлены. Можно покататься на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. Пожарить шашлык и просто провести чудесное время на свежем воздухе большой компанией и дружной семьей. Для вас работают квалифицированные инструкторы и прокат качественного снаряжения. За здоровьем Гребеней. И это всего 15 километров от города. Неустойчивый характер погоды сохраняется. В ближайшие сутки облачно. Ночью в западных и центральных районах снег. В северной половине днем сильный снег. В восточных и северных районах метель. Ветер западной четверти 9-14 метров в секунду. Поры 18-22. Ночью по области 11-16 ниже ноля. Днем от 2 до 7 мороза с понижением к вечеру. По районам подробнее. Запад минус 6, минус 9 ночью. И от минус 4 до минус 7 градусов днем. Центр юг. И ночью и днем от 3 до 6 ниже ноля. На севере ночью 14-17. Со знаком минус 1. От минус 4 до минус 7 градусов. Ну и на востоке минус 7, минус 10 ночью. А дневная температура составит от 2 до 5 мороза. В выставочном зале музея изобразительных искусств по адресу улица Володарского 13 в Оренбурге работает выставка заслуженного художника Российской Федерации Анатолия Шлеюка «Лето зимой». Выставочный проект включает в себя живописные работы, выполненные на пленэрах различного уровня. На выставке представлено свыше сотни работ, написанных художником за последние 35 лет. Искусство Анатолия Шлеюка ориентировано на высокие достижения художественной культуры современности. Выставка работает по 14 марта. Не пропустите. В Оренбурге в ближайшие сутки снег и ночью, и днем. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов мороза, а дневная минус 3, минус 5 с понижением к вечеру. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба и будет расти. Фотограф Александр Мирзаханов проводит индивидуальное обучение фотомастерству в собственной фотостудии в городе Оренбурге. Учеником может стать желающий любого возраста. Занятия проводятся по индивидуальному гибкому графику. План занятий составляется также индивидуально, исходя из ваших базовых знаний, навыков, расчетов на глубину изучения фотомастерства. Телефон для записи на занятия 279738. В рубрике не только сегодня о пользе чая с имбирем. Простуда, особенно с наступлением первого месяца весны, постоянный спутник большинства людей. Многим известно, что в чай можно добавлять разнообразные пряности и специи. Так, чай с имбирем и лимоном отличается не только уникальным вкусом и приятным ароматом, но и несет в себе множество полезных свойств, которые работают на благо всего организма. Чай с имбирем поможет быстро снять лихорадочное состояние, избавиться от болей в костях и суставах, снять чувство тяжести и головную боль, ликвидировать насморк и кашель. А когда вы добавите дольку лимона, чай приобретет более богатый вкус, а спектр полезных свойств увеличится. До встречи на телеканале ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok